в уходящем 2018 году. Мы сделали очень серьезный, мощный шаг в обеспечении безопасности России. Хочу поблагодарить вас заслуженно. Спасибо. Всем привет, я Роман Сыбалюк, корреспондент УНИАН в Москве. Как вы поняли, начинаем подводить итоги уходящего года. Так сказать, итоги для Украины из Российской Федерации. Срочное объявление. Подписывайтесь на канал. Вы знаете, что YouTube начал исключать из подписки мертвые души. И из-за этого мы никак не можем отпраздновать здесь 100 тысяч подписчиков. Надо ситуацию исправлять. И если вчера Сергей Лавров размышлял о том, как нужно сделать Украину нейтральной... Мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой нейтральной страной. И тут же противоречил сам себе, обещая реакцию, что мало не покажется. Ну и одновременно исключал военные действия и войну против Украины. Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Получит ответ, мало не покажете. Ну, как вы помните, некоторое время назад Владимир Владимирович тоже исключал возможность аннексии украинского Крыма и введения боевых действий против нас в целом. Я имею ввиду Донбасс. Но, как вы понимаете, слова российских представителей могут выполняться только в ситуации, если их оппоненты или враги, в данном случае я говорю про Украину, вооружены и опасны. Так вот, Владимир Владимирович собрал своих генералов, чтобы рассказать им об успехах российской армии, о том, как много им удалось добиться и в Сирии, и в строительстве вооруженных сил на территории Российской Федерации. Естественно, он похвастался своими новыми игрушками. Серьезные прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Имею ввиду начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешные испытания «Сармата», несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет». Тогда, обращаясь к Федеральному собранию, Владимир Владимирович превратил это мероприятие в рассказ о достижениях российского ВПК. Ну да, вы помните, как ракеты стартуют с территории Российской Федерации и почему-то летят в Соединенные Штаты. Кстати, на встречу с генералами пришел патриарх Кирилл. Тот самый, священники которого благословляют российское воинство на войну, в том числе с нами. И мне кажется, присутствие российского священнослужителя номер один на встрече с военными, это один из аргументов в пользу создания украинской независимой поместной православной церкви. А то как-то странно получается, когда российские священники в оккупированном Крыму освещают российские ракеты, которые полетят или потенциально могут полететь в наши города и ударить по нашим военным. Радует только, что они не всегда качественно работают и часто после освещения российской святой водой эти ракеты падают. Сейчас со слов Владимира Владимировича выясняется, что Россия опасна не только для соседей, но и всего мира. Это оружие кратно, именно кратно увеличивает потенциал армии и флота. Тем самым надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия. Укрепляет баланс сил, а значит и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике. Вы можете назвать хоть одну страну, которая угрожает Российской Федерации или заявляет о том, что хочет у нее отжать Курилы или Воронежскую область, или даже Калининград, или даже Хабаровский край или Дальневосточный регион? Я таких стран не знаю, но тем не менее Владимир Владимирович рассказывает, что армия России сильнее всех. Возможно, он имеет в виду нашу страну, Украину. Ведь понятно, что у нас в стране постоянно звучат мысли, заявления о том, что рано или поздно оккупированный Крым и Донбасс нужно освободить. И в этом отношении разбор полетов российских военных, мне кажется, будет очень и очень интересен. Ну и вообще стоит интересоваться армией страны, которая фактически малыми силами продолжает воевать с нами пятый год, ну а так окружила фактически по всему северо-восточному периметру нашей границы. Ну и плюс оккупированный, опять же, Крым. Уважаемые товарищи, в предстоящий период важно закрепить достигнутые успехи. При этом, конечно же, необходимо анализировать и учитывать развитие военно-политической обстановки в мире. Мы видим, что сложной остается ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове. В течение года продолжалось наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи наших границ. Не прекращается конфликт на юго-востоке Украины. Владимир Владимирович, вы только что сказали, что у вас есть такая кузькина мать, что пиндосы, ну в смысле американские партнеры, будут дрожать, забьются под плинтус, а президент Соединенных Штатов Трамп будет вынужден скрываться в бомбоубежище. Чего же вы тогда боитесь НАТО? И, кстати, если мы говорим о конфликте на юго-востоке Украины, во-первых, никакого конфликта на юго-востоке Украины нет. И слава богу, основная масса этих регионов живет мирной и спокойной жизнью, а есть ситуация с оккупированным Крымом и тлеющим конфликтом на Донбассе. Как вы понимаете, ребята, собравшиеся в этом зале, войну могут прекратить чуть ли не мгновенно. Но что-то мне подсказывает, что никто на это не пойдет. Повторюсь, самый ценный товар РФ – это война и иллюзия мира. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. В качестве предлога для одностороннего выхода из договора Соединенные Штаты используют уже привычный и, можно сказать, тривиальный способ бездоказательное обвинение России о нарушении своих обязательств по договору, которые сами уже и нарушили, причем нарушили давно. Естественно, Владимир Владимирович очень много жаловался на Соединенные Штаты и желание Вашингтона, Белого дома выйти из ДРСМД – договора о ракетах средней и малой дальности. Говорил о том, что это все угрожает глобальной безопасности, что мир скатится к гонке вооружений и так далее, и так далее. Говорил о том, что нужно каким-то образом с американцами содействовать. Я вот думаю, это что получается? ВВП поставил атакой на украинские маленькие катера и буксир мир на грань ядерной войны и гонки вооружений? Ну, смотрите, ведь фактически атаковав Украину в нейтральных водах, Россия создала прецедент, что отношения между Вашингтоном и Москвой, ну, скажем так, очередной раз осложнились. Стоило ли это? Тем более, вроде как говорят, мы братский народ. А, да, насчет братского народа смотрите предыдущее видео целиком. Там достаточно детально изложено российское братство. По традиции, Владимир Владимирович сказал, где ваши доказательства? Проблема в том, что для России доказательством является исключительно позиция Кремля. Ну, вспомните, 14-й год. Это силы народной самообороны, российскую военную форму можно купить в любом военторге. Ну, да, действительно можно. А потом, мы никогда не скрывали, что это российская армия. Просто она потеряла российские триколоры во время операции по захвату Крыма. Ну, так сказать, чтоб никто не догадался. И вот Владимир Владимирович после акта агрессии против нашей страны в Черном море, по традиции, предложил Вашингтону переговоры. Ну, естественно, предварительно продемонстрировав свои новые боевые системы. И надеюсь, что не все будет испытано против нас на Донбассе. Ну, как бы, чтобы найти новые-новые аргументы в рамках теории «один народ и мы же братья». Да, все в кавычках. При этом Россия, как и прежде, открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению всеобщей безопасности. В том числе, по предотвращению новой гонки вооружений. Это уверено в интересах не только России, но и Соединенных Штатов и всего мира. Мне кажется, нам, украинцам, надо больше гордиться Украиной. Видите, какая мы ценная и важная страна. Ради нас Владимир Владимирович даже фактически отказался от переговоров по сохранению стабильности и безопасности на этой планете. Надеюсь, они не подавятся нашими захваченными кораблями и военное имущество вместе с экипажами будет возвращено домой. Отдельно Путин размышлял о разнице в военных бюджетах между Соединенными Штатами и Россией. Понятно, что Россия должна быть везде первой, но вот с точки зрения выделения бабла не всегда это получается. И знаете, почему это важно послушать? Ну, потому что диспропорция между военным бюджетом Украины и России тоже примерно такая же. Ну, это же не повод для того, чтобы не создать возможности, чтобы российский агрессор знал, что лучше нас не трогать. Диспариитет в финансировании между ведущими военными державами. Ну, что, свыше 700 миллиардов бюджет Пентагона. Сколько вы сказали? 700? 725. 725. Ну, рекорд, даже с учетом небольшой инфляции, все равно это такой милитаристский бюджет на самом деле. А у нас 46 было в прошлом году. И больше того, у нас еще ожидается в процентном отношении снижение расходов на цели обороны. Это не в ущерб пойдет безопасности, имея в виду, что мы основные расходы, которые должны были сделать задел, положить задел в развитии вооруженных сил, мы сделали в предыдущие несколько лет. Но все-таки это диспариитет очень большой. А нам нужно сохранить стратегический баланс. Вопрос, как это, возможно ли это или нет. И если возможно, то как это сделать? Но то, что это возможно, мы видим. У нас появляется новая система оружия, причем такие, которых ни у кого нет. Нет пока ни у кого гиперзвукового оружия. А у нас есть. Более того, это не планы. Стоит уже на боевом дежурстве кинжал. Поэтому очень важно, вот это принципиальный вопрос, правильно определять приоритеты. Куда тратить деньги? И мне кажется, нам тоже надо выделить приоритеты и готовиться к отражению российской агрессии. И, как ни странно, очевидно, это единственный способ, чтобы ее не было в дальнейшем. Не я придумал. Хочешь мира, готовься к войне. Это заявленный выход Соединенных Штатов из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Напомню, что он был подписан в 1987 году. Я уже, по-моему, говорил, может быть, даже в этой аудитории. Подписанный договор что означал? Он означал, что ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности, а это ракеты от 500 километров до 5000 километров. Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому, с точки зрения Советского Союза, это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение, одному Богу известно. Если вы вспомните выступление Владимира Владимировича от, если не ошибаюсь, 17 апреля 2014 года, он там впервые размышлял о Новороссии. О том, что области Украины, от Одесской до Харьковской включительно, были переданы коммунистами в состав УССР. Что, мол, это всегда была Российская империя. И жаловался, жаловался, и закончил свое выступление тогда словами «Бог его знает, почему эти коммунисты так поступили». А потом начались самые серьезные бои за Донбасс. После благословления публичного и артикуляции слова «Новороссия». У нас появилось и другое оружие. Это ракета, сейчас министр об этом и говорил, ракета Х-101, воздушного базирования. В принципе, его можно отнести и к оружию стратегическому, поскольку Ту-160 – это носитель сверхзвуковой. Но по дальности – 4500. По дальности – это и ракета средней дальности. Может быть, это забеспокоило наших партнеров. Но это не нарушение договора о уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Здесь никакого нарушения нет. Да, у нас появилось это оружие, его раньше не было, но нарушения никакого нет. На земле ничего не располагаем. А на самом-то деле, и кто-то задумался, какая нам разница, стоит подводная лодка с калибрами в пункте базирования или на берегу расположен такой же комплекс. Да разницы никакой нет. Или на самолёте он находится. С территорием, над территорией Российской Федерации можем наносить любые удары на дальность 4,5 тысячи километров. Я уже не говорю, если самолёт разогнает. Понимаете, это просто, да, меняется ситуация. Она поменялась. Но не за счёт того, что мы нарушили договор, мы ничего не нарушаем. Да, она меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды вооружения. Их много таких стран на самом деле. Ну, попробовали бы начать переговоры с этими странами. Нет, просто, видимо, это сдерживает определённые устремления, причём вряд ли это устремления миролюбивого характера. Это наращивание вооружений, это ещё один толчок к гонке вооружений. По иронии судьбы, в то время, как Путин общался с генералами и патриархом Кириллом, рассказывал им о достижениях российского оружия, в стенах Совета Федерации проходило мероприятие. Международный день нейтралитета, который появился в прошлом году, он был утверждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 февраля 2017 года. И таким образом, в этом году, а датой определено 12 декабря... И вот, размышляя о нейтралитете, почему-то здесь, в России, вспоминали такие страны, как Ирландия, Швеция, Австрия, Швейцария. И никто и слова не сказал об Украине как нейтральном государстве. А мы, вообще-то, состоянием на данный момент нейтральная страна. В Совете Федерации кумекали, как это здорово, что вот эти вот страны так долго могли оставаться нейтральными и, соответственно, получили массу бонусов от такого положения. А я вот думаю, что у этих государств есть одно большое преимущество. Ну, они практически не граничат с Российской Федерацией, за исключением Финляндии, и могут спать спокойно. Финны, в том числе, по результатам 1939 года. Есть и другие формы нейтралитета. Если говорить о постсоветском пространстве, то этот нейтралитет является официальной позицией таких государств, как Молдова на западе, Туркменистан. На востоке, к сожалению, он радикальным образом размыт на Украине, которая на протяжении ряда лет эту позицию также заявляла конституционной нормой. Как-то размылся нейтралитет после 2014 года. Ну, может, потому что, попробовав себя в таком статусе, мы пришли к нападению Российской Федерации и отжиму украинских территорий. Но они тут почему-то стараются об этом не говорить, как будто Украина взяла и абсолютно необоснованно пошла на такие действия. Я вот лично считаю, что совершенно прагматичный интерес России заключается в том, чтобы не допускать усиления блока НАТО. Каждый новый член – это, в общем-то, поражение российских интересов. И в этом смысле у нас должна быть политика по поощрению тех государств, которые пока имеют внеблоковый статус, к тому, чтобы они его сохраняли. Украину уже поощрили, минус Крым и минус Донбасс временно, но состоянием на сейчас это так. Ну, посмотрим, может, кому-то еще такую схему Российская Федерация хочет предложить. Так вот, я бы, например, подумал бы над тем, чтобы, скажем, нам официально провозгласить в нашей военной доктрине то, что страны, которые придерживаются нейтралитета, не входят в, скажем так, военное планирование Российской Федерации. То есть через позитив. Не то, что вот вы, не то, что если вы вступите в НАТО, вы окажетесь моментально под прицелом наших ракет. Это будет всех только пугать. Но ту же самую мысль завуалировано изложить, чтобы каждый швед знал, что вот он сейчас не находится под прицелом российских ракет, потому что эта страна нейтральная. И он уже сам для себя бы додумывал, а что с ним произойдет, если Швеция вступит в НАТО. Я бы такую ситуацию обсудил. Какие хитрецы? Оказывается, они не планируют военных операций против нейтральных стран. Или планируют просто вслух об этом не говорят. А какая разница, если любой момент, в случае чего российские ракеты можно перенацелить. И, кстати, в Швеции это понимают все, кто интересуется этой темой, что Швеция, как нейтральное государство, имеет какие-то просто колоссальные мощности военно-промышленного комплекса и производит чуть ли не все абсолютно сама. В части, касающейся экономики, мне кажется, что мы должны поощрять, во всяком случае, европейские страны, сохраняющие вот эту позицию нейтралитета к какому-то дополнительному льготному сотрудничеству с нашей страной. Вот если посмотреть сейчас на три постсоветские республики, находящиеся на европейском направлении, Белоруссия, Молдова и Украина. Вот Белоруссия наш абсолютный союзник, Украина сейчас наш абсолютный противник. Здесь все понятно. Странно, что сенатор Косачев, это глава комитета по международным делам Совета Федерации, не знает, что Белорусь не является нейтральной страной, а является. Мало того, что частью союзного государства с Российской Федерации и проводит полномасштабные военные учения с Российской Федерацией, но она же еще и члена ДКБ, а ОДКБ это недобитый варшавский договор, но тем не менее военный блок, между прочим. Но нейтральная Молдова, она в нашем восприятии, во внешней политике России, она к кому ближе? К Белоруссии или к Украине? Боюсь, что к Украине как-то мы воспринимаем Молдову как такую потенциальную проблему. Понятно, что здесь есть тема Приднестровья, здесь есть тема Румынии, здесь есть какие-то другие сюжеты. А какая проблема в Приднестровье? А, там российская военная группировка находится и уходить ни при каких обстоятельствах не собирается, хотя мандат ее давно закончился, схватились за автоматы, ехать домой не хотят и орут мемиротворцы. Что-то подобное было в Абхазии и Южной Осетии, закончилось, как вы знаете, печально для Грузии. Но любопытно, да, как он сказал, с Украиной все понятно, то есть российские ковришки, российские бонусы по отношению к независимой, нейтральной стране Украины не сработали. Наверное, что-то не так. Ну, конечно, печенье Нуланд было очень вкусное с Госдепа. Это все понятно. Объяснить они здесь это могут, но факт остается фактом. И шведам хотелось бы передать, не надо слишком обнадеживаться сладкими речами о том, что если вы не вступите в НАТО, на вас не наведут ракеты. Не стоит. Скорее всего, в случае чего, а может быть, уже навели. Ну, так сказать, на всякий случай. Например, нейтральный статус Молдовы бы как-то бы особо бы выделил в нашей политике на этом направлении и дополнительно бы работал с Молдовой именно со ссылками на то, что Молдова, в отличие от той же самой Украины, сохраняет в своей конституции нейтральный статус. Мне представляется, что это должно быть некой, так сказать, дополнительной позиции. За последние годы в Украине значительно выросла поддержка вступления Украины в НАТО. И, если честно, я не понимаю, почему этот показатель не достиг пока еще 100%, хотя уже больше 50%. Ведь даже вот заявления сегодняшнего дня говорят, что никакие гарантии безопасности со стороны России ничего не стоят. Это же подсказывает нам практика, когда ты смотришь на карту Украины, от которой русские откусили такие ценные и важные для нас кусочки. Потому что любой регион, он ценен и важен. Нет более любимых или более нелюбимых. Мы все равнозначны в нашей украинской семье. Тут на днях первый президент Украины Леонид Кравчук выступал на одном из федеральных каналов и размышлял на тему войны и мира. Что, мол, нам на территории не нужно американское оружие и не нужно российское. Ну, такая, знаете, позиция, что ли, давайте жить мирно и дружно. Но проблема в том, что это уже невозможно. И, не знаю, может быть, Леонид Макарович просто повзрослел. Может быть, сыграли его связи с командой Медведчука. Если помните, на многих парламентских выборах он баллотировался, скажем так, как свадебный генерал. Но вообще сам факт артикуляции таких вещей, он о чем говорит? Что давайте как бы сделаем вид, что ничего не произошло. Что не оккупировали Крым, не оккупировали Донбасс, не убили 10 тысяч граждан Украины. И будем жить в мире. Ну, так можно думать. Но на практике это не работает. И зрители моего канала прекрасно знают, что российская сторона имеет совсем другие планы по отношению к нам. И там независимость Украины не просматривается. На этом все. Читайте Агентство Униан. Обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Дальше будет много интересного. Пока. Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет уже 82%. Продолжение следует... Продолжение следует...